какие темы обсуждаете чем опять да вообще ни о чем просто сижу так иногда с кем-нибудь пообщаюсь но тем нет никак я обычно новости здесь обсуждают поддерживаю собеседников я новости честно говоря не знаю сейчас какие интересные могут быть я телевизор не смотрю ну вот заявление путина последние вы не слышали нет вообще не слышал что там за заявление сколько их уже было этих заявлений и что ничего не меняется даже не интересно а для чего у нас явление для меня все что угодно на политику меня очень не интерес а у вас дети есть более сыновья наверно тоже есть да я к тому говорю что сейчас нелегкое время в россии правильно и многие детей отправляет вот этот тот который делает разного вида заявления по своему желанию ну давайте тогда познакомимся дальше эту тему продолжим может быть что-нибудь интересное от вас услышу меня игорь зовут у меня валерий а вы откуда зайдем наши от америки ну ясно ну это торжокский район пирская область между питером и москвой как раз где-то так получается этот райончик я живу читать деревни в лесу ну и что там путин такой интересный сказал давайте я хоть от вас узнаем он сказал чтобы сесть за стол переговоров с украиной и западом но именно всегда угодит украина в связке западом он сказал нужно чтобы украина вывела свои войска все из областей украинских то есть это луганская донецкая запорожская и херсонская область все эти регионные должны быть освобождены украинскими войсками сняты санкции почему-то он раньше греша санкции тут россии только на пользу что чем больше санкции лучше для россии а сейчас почему-то требует чтобы эти санкции сняли ну естественно чтобы украине было в нато вот скажите мне он дурачок или он прикидывается вы знаете такого писателя поэта артиста леонида филатова но я помню его в общих чертах ему саша его знаю знаю но я помню что он писал какие-то ну там праве царя про дурака может помните да да я помню ну хорошо значит у вас образ возник его лица его его физиономии так сказать или его образа значит у него есть такое произведение называется лизистратор его это произведение его читали перечитывали разные артисты том числе или и михаил задор но я хочу вам только небольшой отрывочек рассказать из этого из этого из этой поэмы потому что она была написана для театральных действий для спектакль в театральных заведениях так сказать и были постановки на эту тему вы можете записать слово лизистрата леонида филатов потом поискать его в интернете найдете михаила задорного найдете полностью произведение найдете там есть такая тема значит но лизистрат это имя девушки не замужней которая подговорила всех своих девушек в древней греции не своих девушек а всех девушек со всех крепостей древней греции много крепостей было древней греции мужчины постоянно друг друга там пытались морды набитоствовать воевали между собой между этими крепостями и вот эта девочка и девушка вернее лизистрат она подговорила всех пухарок всех торговок всех проституток всех жен и невест своим мужикам которые воюют не давать вот не давайте все пока они не перестанут воевать и тем самым все крепости возмутились все вернее мужики крепостях возмутились и стали узнавать как так наши крепости не дают а когда выяснилось что во всех крепостях не дают но эта тема такая можете почитать может не почитать но есть один отрывок значит там такая ситуация приходит значит предводитель со своим войском в своей крепости свою крепость а ему не открывают девчонки себя там за крепостью закрыли двери открыли только окошко и через окошко разговаривают с ним так когда предводителя этих войск дошло о том что они там мужиков этих обсуждали и договорились между собой не давать он начинает диалог с таких слов пока вы тут беспечно верещали мужчина он такой малосикой без стыдницы мы вас же защищали оберегая глупый ваш покой лезистрата отвечает постой ты что-то путаешь запали известно ведь любому пацану на вас не нападали вы напали вы первыми затеяли войну вы гражданам защиту обещали а получился оформленный скандал кого и от кого вы защищались когда на вас никто не нападал ах сколько ж на земле людишек подлых такие уж настали времена те подлость и подносится как подвиг и просите за это ордена предводитель позволю вам займите сукаризной и поскорее возьмите это в толк мы защищали долг перед отчизной священный перед родиной долг лезистрат перед родиной конечно неудобно долги конечно надо отдавать но почему она в уплату долга с вас требует кого-то убивать и коль у вас три дней долги такие что даже жизнь в уплату ей-то всяк то хочется спросить вас дорогие зачем же вы отдалживались так коль родина удар наносит сзади да так что в голове потом круги то хочется сказать вам не влезать вы к этой страшной родине долги ведь ваши сыновья поймут едва ли из-за каких таких возвышенных идей зачем и для чего вы воевали и сиротили собственных детей пророческие слова конечно я не читал эту лезострату я посмотрю конечно но я 1986 год а скажите это сейчас в россии запрещено или еще не запрещено мне просто интересно я знаю что много литературы в россии сегодня по крайней мере вы это нет это можешь запросто читать и можешь запросто другим рассказывать и можешь смотреть но по телевизору такое конечно я думаю не пока нет конечно не показывать это что же они будут сами про себя показывать и рассказывать но по крайней мере я тебе так скажу вот ты давно в америке живешь извини на что маты нам и как-то кажется он кажется нормально будет если мы будем на ты можем на ты больше 30 лет а больше 30 лет ну понятно я так скажу я жил в казахстане до 2000 года до 1999 до так сказать полного вот этого бардака который тогда как говорится как этот как бочка с дегтем летела с горы вот как раз это был 99 2000 год она как раз была уже на подходе переехала значит в эту россию и что могу сказать сейчас сейчас по всему тому что происходит как было в советском союзе то что американцы делали мы делали как говорится наоборот то есть то что нам предлагала америка мы делали наоборот и то что как нас учили в советском союзе что американцы это солисты это собственники это индивидуалисты а здесь у нас советский строй значит здесь все общее но сейчас когда окунулся в капиталистический капиталистическую Россию я тебе так скажу что хорошего мало в капиталистической России и скорее всего дело идет к тому что и Россия и Украина и Белоруссия и все что находилось в советском пространстве оно будет возвращено все идет к этому скорее всего возвращено куда куда возвращено в ту социальную сферу в которой он раньше когда в ту социальную сферу в которой она раньше жила то есть ну я не буду называть его советским союзом да как общий пример но территория которая принадлежала советскому союзу она скорее всего будет восстановлена и она будет восстановлена под эгидой ну не под эгидой ну не под эгидой и не под предводительством а под всеобщим под всеобщим так сказать признанием Российской Федерации как сотворца вот этого объединения потому что если помнишь когда только началась ну не перестройка ну только-только Путин пришел к власти да уже можно сказать в то время уже пустили такую информацию как Тартария слышал наверное нет конечно слышал нет меня интересно знаете какой вопрос как вы пришли к тому что это все вернется под эту эгиду вот смотрите то что вы сейчас прочитали это стихотворение да как Украина может вернуться под эгиду даже вот той России в которой сейчас есть если количество смертей количество жизней настолько высоко и за уже больше двух лет которые Россия проводит так называемую эту спецоперацию России не удалось сделать с Украиной в принципе ничего свои планы Россия не смогла воплотить в жизнь больше того что Украине только сейчас в принципе вот этот маховик начинает набрасывать больше оборотов то есть самолеты получать в Украина подписываются контракты совместные заводы а западный мир вы сказали про капиталистическую России дело в том что в России не капиталистическая Россия а гибридно капиталистическая то есть Россия взяла для себя капитализм в congr каких и от социализма и коммунизма самая худшая а по сути в принципе ничего не изменилось власть у зуберва нuf局 кучка людей в принципе контролирует все что она хочет контролировать но при этом то что мы видим за пределами России, да, и то, что мы видим, как украинское общество ведет себя по отношению вот этой страны, то можно в принципе с уверенностью сказать, что не получится у России вот объединить в себя то, что вы сказали, Беларусь, Россия, Украина. Беларусь может быть, почему? Потому что все-таки там тоже диктатор находится во власти, и тоже узурпация власти произошла, и народ уже боится. В Украине нет. В Украине, посмотрите, что происходит на сегодняшний момент. Идут бои за условных два села или два каких-то там очень маленьких населенных пунктов, это при том, что у России было это окно возможности, когда Украине западные страны практически ничего не посылали, и она продержалась. А теперь после того, когда Украина начинает получать все то, что и должна получать, было сразу, в принципе, я считаю, что вот моя страна, Соединенные Штаты Америки, очень мало сделала за тот период времени, который могла, в принципе, сделать. Но, тем не менее, даже с тем, что сейчас этот вот оборот набирается, я вижу как раз наоборот, что дни России сочтены, вопрос только времени. Эта страна будет разрушена, эта страна будет очень так же, как и Советский Союз, раздроблена, и путинского режима не будет. Ну, давай так, я с тобой соглашусь, ну, 50, даже 60 на 40, в твою, так сказать, версию больше перепереднесу, но ты не учитываешь совсем другое еще. Одну самую такую маленькую, но очень самую, так сказать, весомую вещь. Парадокс. Вот это будет парадокс против того, всего, что ты сейчас сказал. Оно будет объединено, и оно будет, ну, как тебе сказать, не то, что объединено, оно помирится быстрее, даже, чем вы думаете. Быстрее. Мало того, я когда еще пацаном был совершенно маленьким, ну, наверное, в классе пятом, может быть, нет, не пятом, наверное, все-таки в классе восьмом, у нас там был один спор с одной девочкой, вернее, у нас как получилось, что одна девочка поспорила с учительницей, по-моему, географии, о том, что вот у нас ждет война с Украиной, вот нас ждет там такая-то, такая-то ситуация, чуть ли не ядерная катастрофа, вот нас ждет такая-то, такая-то. И мы всем классом против этой девочки возмущались как только могли. Но что самое интересное, эта девочка жила в моем дворе, и я с ней общался в песочнице, можно сказать, до самого детства. Я тебе больше скажу, она была еврейкой, родители у нее были евреи, и родители ее работали на телевизионной студии оба, и они ей владели информацией, которым не владел никто вообще ни в школе, ни во дворе, ничего. Но она, так как по своему детскому недоразумению, можно сказать, выкладывала на все, что там преподносили у них семье. И мы, конечно, так слушали ее, как завораживающую сказку, но в память это вкладывалось на такой степени крепко, что мы даже иногда удивлялись, как так, она такая салага, и я сейчас вот нахожусь, скажем, в возрасте 40, 30, 50 лет, например, да, и слышу ее те самые слова, которые она всегда была... Она стояла в противовес всей системе в то время. Она потом ушла, уехала, не помню куда, а отец у них там умер, так случилось, и мама вышла замуж за другого и уехала, не помню куда. Но факт то, что в другом, что все, что она говорила тогда, споря с учительницей географией или там с нами, мы-то были как бы подкованные, мы же пионеры, мы же там комсомольцы, мы же там кто только не могли. И все, что она нам рассказывала, она нам рассказывала про то, как... что обозначает звезда, да, для нас был это кошмар, как так, это может быть козел какой-то переем. Она нам рассказывала про систему 666. Она нам рассказывала про эти войны, про этого в Машиах, про это Бог знает про что. Мы смотрели на это, как на дурочку. А сейчас, когда мне уже 60, я ее вспоминаю почти постоянно, особенно в последнее время. Я понимаю, что те родители, которые ее воспитывали, они владели такой информацией, о которой нельзя было просто так рассказывать. Я тебе могу сказать, что я начинаю верить в то, что они там знали. Я вижу сейчас эту войну с Украиной, да, я вижу сейчас, но я и знаю другое, что это все вернется в более крепкие, в более дружеские отношения. Вы же как во дворе себя, может быть, помните, если вы жили, мы сначала, прежде чем принять кого-то, как сказать, в свои друзья, мы сначала подеремся. Мы подеремся, морген объем, зубы полубилаем там или еще что-нибудь, да. Вот у меня сейчас друг есть один, очень хороший, мы до сих пор с ним очень дружим, он сейчас живет там в Казахстане. Мы с ним начинали именно так. Но мы подрались из-за того, что, ну просто потому, что так было положено. Ну вот у нас так вот заложено. Сначала надо подраться, потом уже будем друзья. И вот то же самое произойдет и у нас с Украиной. Мы сейчас подеремся и будем самыми, что у нас есть, крепкими друзьями. Смотрите, в вашем, вот весь вывод, который вы сказали, я вижу одну большую логическую ошибку. Одно дело подраться, а одно дело убить друг друга. Понимаете разницу? Дело в том, что если вы посмотрите на людей, которые потеряли семью, я понимаю. Но дело в том, что здесь оно получается, ну не может работать одинаково в обе стороны. Главное, я услышал вашу тему, я услышал, что вы хотели, что вы думаете, я думаю, вы услышали, что я думаю. Да, но я к тому говорю, что я еще и хорошо знаю, что такое система американская. Сейчас перервется, к сожалению. Вы здесь? Да. Друзья, противоречивые чувства по отношению этого собеседника, напишите, это контора, как вы думаете, или это все-таки человек, который что-то понимает, но в то же самое время ему проще так жить и утешать себя тем, что все-таки можно как-то все вернуть, поставить все на те же рельсы, как было, и чтобы опять дружили и так далее. Почему? Потому что для того, чтобы произошло то, что рассказал этот собеседник, во-первых, а, должны смениться очень много поколений, потому что можно посмотреть на примере, например, Германии, да, как себя ведут сегодня с немцами и люди из разных стран, и евреи в Израиле и так далее. То есть прошли поколения, было покаяние, прошло время, вот этот исторический момент, была написана история и так далее, и так далее. И после всего этого, да, была возможность создавать какие-то отношения с этой страной и уже без той ненависти, которая была когда-то сразу после Второй мировой войны. Однако можно сегодня смотреть другие примеры по другим странам, да, что происходит. И поэтому, в принципе, я надеюсь, что вот в ближайшие годы и в ближайшем будущем это забываться не должно и не может быть забыто. И я практически уверен в том, что украинцы не смогут простить. Я знаю, что многим хотелось бы, чтобы простили, потому что все-таки есть семьи в России и в Украине есть семьи у людей из России. И вроде бы как бы они бы хотели, чтобы все наладилось как прежде, но оно не получается уже. Это именно в связи с тем, что слишком много смертей, слишком много было совершено зла и ужаса, которые совершали, извините за фатологию, да, российские войска и российские так называемые освободители. Именно они приходили, вот этот человек рассказывал про женщин, которые давали и не давали. Еще можно добавить к этому то, что им будут не давать их жены, они пойдут в Украину для того, чтобы заниматься тем, чем они занимались в Буче, в Ирпене и так далее. Понимаете? Это просто не люди. А когда нет ничего человеческого внутри, то вот эти все действия и все эти стихи, которые говорятся в взывании к совести, это все можно говорить про нормальных людей, с нормальной психикой и с нормальным здравым смыслом и пониманием. А когда не люди, то у них ничего этого нет. Им все равно дают им жены, не дают. Они будут идти захватывать, грабить, убивать, насиловать именно потому, что вот это то, что находится у них внутри. Друзья, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, я вам, как всегда, всем желаю добра, любви, счастья, благополучия, понимания, скорейшей победы и мира. И мы с вами скоро увидимся. Пока.